Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы с вами посмотрим бой на проходном Т49. К слову, бой мне понравился не тем, что это показательный бой по машине, как она себя всегда ведет в боях, а то, насколько хорошо можно этой машиной уметь пользоваться, то, насколько наш игрок, наш герой сегодняшний определился со своим местом на карте, который постоянно пытался подстроиться под изменения обстоятельств в игре, ну, короче говоря, он действительно явно данной машиной владеет очень даже таки себе неплохо. Ну что, ребят, поехали в бой, ну и, соответственно, будем смотреть, что наш парень делает. То, что сейчас в начале боя произойдет, мне просто вообще зашло до безобразия. Я больше чем уверен, что это было, ну, просто огромным, огромным позитивным влиянием на дальнейшее развитие всего боя. Во-первых, это подняло явно моральный дух нашего героя, но я понимаю, что соперника это, безусловно, расстроило просто-таки до безобразия, но стоит отметить, что это Т49, и он умеет такое делать порой. Взрыв боеукладки 1250 нанесенного урона сразу как с куста, да, его кританули, но все-таки в то же время парень быстренько поремкался и готов дальше идти в бой. Чем мне, допустим, не нравится Т49, так это тем, что у него долгое время перезарядки. Да, у него просто обалденная альфа, здесь не поспоришь абсолютно, для своего уровня, ну, просто-таки персик. Но все-таки, ребят, надо уметь на этой машине, с учетом ее полной картонности, а у нас, в принципе, все класс техники легкий, картон просто безобразный, соответственно, необходимо понимать, как переживать время перезарядки. И когда у тебя время перезарядки составляет, там, пара секунд, окей, хорошо, все нормально, но когда у тебя перезарядка целых 15 секунд, и тебе на эти 15 секунд надо себя куда-то деть, здесь уже приходится немножечко мозговать, и так как играть на тяжелом танке, просто отстаиваясь и рамбуя, не получится однозначно. Наш парень, ну, или девчонка, не знаю, наш герой, он знает, что он делает, он знает ТТХ своей машины, это видно, он дожидается того, чтобы Крушитель пошел на КД, вылазит из-за своего укрытия и отбрасывает очередной кусок альфы, и на его счету уже 2837. Сделанный всего один фраг, и этот фраг, в принципе, единственный, который на данный момент его союзники имеют, при этом двое союзников уже отправилось в ангар. Он заходит на позицию нормальную, верхнюю, самую приемлемую для данной машины, носиться по карте у него, в принципе, не вариант абсолютно, потому что карта данного не позволяет, соответственно, ему приходится занимать верхотуру, и с верхотуры отстреливать, с учетом наличия углов склонения вниз, довольно бодрых, опять-таки, дожидается времени, тогда, когда Крушитель уйдет на КД, и, соответственно, отправлять бы этого товарища в ангар, да не выходит, рандомно приходит Рикошет, успел довернуть башню Крушителя, и, да, сравнивать Крушителя с КВ-2, это крайне большая ошибка, все-таки КВ-2, это сущий картон в его скворечнике, ну, а что касается Крушителя, то там, безусловно, есть очень хорошая приведенная броня, да и, в принципе, броня есть по машине. Наш герой перекинулся на фугасы, хотел забросить фугас, но не успел добрать, хотя, в принципе, это был бы его заслуженный фраг, как мне кажется. Ну, и наш герой продолжает выжидать, кого бы еще хорошенько укусить на нормальный кусочек альфы. Видит зазевавшегося Т-32, дожидается того момента, чтобы убедиться, что он не контрит его, и, соответственно, отбрасывает в него, дожидаясь полного сведения. Как все мы знаем, Т-49 не сильно славится своей точностью, и желательно все-таки бросать тогда, когда по орудию уже полное сведение прошло. Он видит, что ИС-3 в не сильно завидном положении, против него Шкода Т-56, и понимает, что ИСа сейчас будут добирать. Он едет на помощь, отбрасывает снаряд в корму, бросает фугас, но не хватает буквально 52 единиц хп-шек забрать у Шкоды для того, чтобы отправить в ангар. Счет 4-3 в пользу, я имею в виду поживучим, в пользу соперников. И сейчас наши зеленые ребята в меньшинстве, за которых мы, соответственно, и болеем. Но все-таки наш герой недалеко убегает, дожидается Шкоды, которая быкует, по-другому это не назовешь. Было в полной уверенности того, что все-таки легкий танк добрать, в принципе, это не сильно сложно. Ну и, соответственно, отправляется в ангар. Остается два шотных товарища для нашего героя, и один полностью фуловый ИС-3. А у нас время перезарядки 15 секунд, и это немало. Понимая, что полного сведения дожидаться у него возможности нет, Т-32-го наш герой решает куснуть фугасом, и, в принципе, оставляет его достаточно шотным, для того, чтобы сопер, господи, союзники смогли его добрать. Пытается понять, кого сейчас ему лучше, начать расстреливать, но понимая, что лучше добрать, безусловно, шотного, для того, чтобы минуснуть ствол, ну и, в принципе, гарантировать победу. Бросает без полного сведения, но в целом здесь мне понятно почему, потому что явно соперник не успел бы до него доехать, пока он будет на перезарядке, ну и, в принципе, шансы с такого расстояния попасть у него были довольно бодрые. Соперник полностью красный, но все-таки под гуслями пробивается из третьей, ну и, соответственно, туда и залетает базовый снаряд Т-49-го, нанося довольно неплохой урон. Классно отыграл? Я думаю, что да, и когда мы увидим с вами сейчас полные результаты по бою, мы с вами однозначно в этом убедимся. 6 015. Ну окей, округляя, 6 015 нанесенного урона. 4 сделанных фрага. Абсолютно. Абсолютно и безоговорочно честно полученный знак классности мастера. Действительно, наш герой отработал на все 100, занял первое место в команде по урону и показал, что насколько бы машина не была сложной в отыгрывании, с ней можно справиться и получить довольно неплохие результаты. Как вы видите, по результатам фарма, хотя это не фармер абсолютно, 153 чистыми. Это довольно-таки неплохо, с учетом того, что он работал на голде. Ну а что касается результатов по команде, как вы видите, именно благодаря ему команда и одержала победу. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok